В Карачаево-Черкесском Исламском Институте имени имама Абуханифы сегодня торжественное мероприятие. И посвящено оно не только вручению документов, но и одной важной дате. Это мероприятие совпало с днём рождения, точнее с месяцем рождения пророка Алии Салату Ассалам. Любимся Аллаха Салаламу Алии Салам, последнего пророка и посланника Аллаха Субхану Аталя. Этот день, дай Аллах, чтобы мы оценивали и возносили благодарность Аллаху Субхану Аталя за то, что Аллах Субхану Аталя не спасал посланника судного дня, последнего пророка Салаламу Алии Салам. Ещё больше хвалим Аллаха Субхану Аталя за то, что Аллах сделал нас из его умы, из умы пророка Салаламу Алии Салам. Дай Аллах, чтобы пророка Алии Салату Ассалам, как в хадисе сказал, говорил «Кун алиман, ау мута'аллиман, ау мустами'ан, ау мухиббан, фалатакун хамисан фатахляк». Будь, говорит, учёным, пророка Алии Салату Ассалам говорит, либо требующим знания, либо слушающим знания, либо любящим знания, но не быть из пятых, говорит, если будешь пятым, то пропадёшь, говорит. Поэтому, алхамду и ля, здесь я не сомневаюсь, что собирались именно те люди, которые обладают этими четырьмя качествами, которые стремятся быть алимами, стремятся быть требующими знания. Я не сомневаюсь, что они слушают знания и не сомневаюсь, что вы любите знания. Так что дай Аллах, чтобы в дальнейшем, это всего лишь один шаг, когда вы упускаете с этого института, это всего лишь один шаг к пути, которым вы наложили себе, как бы намерились встать на этот путь. Путь распространения ислама. Всем вам блага и благополучия, милости Аллаха. Дай Аллах, чтобы мы жили в этом мире именем Аллаха и уходили с этого мира именем Аллаха. И чтобы только от вас исходило только благо, только добро, только истинное понимание ислама, истинное донесение ислама до остальных людей. Ассаламу алейкум. Провели мавлит и читали аяты из священного Корана, рассказывали хадисы о жизни посланника Всевышнего, студенты и преподаватели. Год из года обучающихся в исламском институте становится больше. Сейчас их около 80. Радует не только их количество, но и искреннее стремление молодых людей к знаниям, говорит ректор вуза Мухаммад Бачаев. На торжественное мероприятие в институт приехали и высокие гости. Это самое любимое мое мероприятие в этом институте. Мы на улице делали, да, вручали дипломы. Ну, сегодня уже красиво отремонтированное здание. Мне очень приятно здесь находиться. Мы, наверное, уже привыкли, но я впервые вижу, поэтому мне очень понравилось. Это все благодаря Мухаммад Хаджи. Когда все есть, очень легко делается. Когда ничего нету, вот тогда трудно искать сначала средства, потом уже материалы. Но все это дает Всевышний, когда ты на правильном пути. Иншаллах, поэтому у вас все хорошо. Я надеюсь, что так и будет дальше. Это мероприятие для меня очень важно, в каком плане. Недавно искали имамов в мечети, не нашли. А вот сейчас уже эти выпускники, это уже будет у нас резервом. Когда надо будет, мы их уже будем ставить. И в мечетях будет, иншаллах, так, как положено по исламу. Так, как положено по нашей религии. Мы все этого добиваемся. Муфтий Карачева-Черкесии выразил благодарность директору и преподавателям за проводимую работу и вручил дипломы выпускникам. Дай Аллах, что нам послужило тебе на пользу, на пользу исламу, на пользу нашей религинии. Меценат Леон Тамбиев преподнес институту в этот день подарок. Дипломы бакалавра исламских наук, подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций в этот день вручили 13 выпускникам, а трое из них окончили институт на «Отлично» и получили красные дипломы. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим преподавателям, всем тем, кто нам помогал в этом обучении, что прошли такой путь. Хотелось бы дальше тоже совершенствоваться, познавать свою религию. И делиться знаниями? И делиться знаниями. Больше года в институте проводили капитальный ремонт. Теперь он завершился. Сейчас преобразование происходит на территории вуза. И совсем скоро 86 квадратных метров двора уложат брусчаткой и возведут кованый забор. Аладинаева Олег Малхожев, Вести, Крачева, Черкесия. Продолжение следует...